Гомеопатия На самом деле очень много мифов и легенд вокруг этого метода лечения, но вы как профессионал наверняка имеете свою точку зрения. Ну, как вы правильно подметили, гомеопатия на самом деле это метод лечения, то есть это лечебные средства, это препараты, которые, как и обычные препараты другого назначения, в принципе, применяются для лечения тех или иных заболеваний. Только есть одна разница в том, как изготавливаются эти препараты. Гомеопатия изготавливается специальным методом потенцирования, так называемого, разведения. То есть, чтобы получить гомеопатический препарат, активное вещество разводят неоднократно и получают таким образом средство, которое влияет на то или иное состояние человека. Поэтому это обычное лечебное средство, которое применяется, в принципе, в нашей медицине, официальной медицине. Все это регламентировано законодательной базой, поэтому никаких сомнений не вызывает на сегодняшний день. То есть гомеопатические средства изготавливают индивидуально для каждого больного? То есть он приходит к врачу, врач посмотрел и, наверное, изготавливает ему определенные лекарства, так? Нет, конечно. Лекарственные препараты, они уже готовые, производство готовое. То есть есть определенные показания к определенным препаратам, поэтому их изготавливают, соответственно, на тех заводах, которые занимаются этим изготовлением. Поэтому самостоятельного такого изготовления под каждого человека такого нет. Ну а в чем тогда разница? Почему мы говорим о гомеопатии? Почему так много говорят о гомеопатии и о медитах речения? Почему без конца спорят? Появляются какие-то петиции в защиту и против гомеопатии? Вы помните последний скандал, связанный с такой петицией. Почему это происходит? Ну, на самом деле, да. Где-то у нас в 17-м году, в начале 17-го года вышел меморандум нашей комиссии по лженауке. Есть такая комиссия при Российской академии, она находится. Даже целая комиссия по лженауке? Да. Интересно. Вот. И они написали меморандумы о том, что гомеопатия – это лженаука. Ну, конечно, это был необдуманный такой поступок, который на сегодняшний день вообще полностью, естественно, развеялся этот миф, потому что достаточно серьезные были заседания комиссии, были, естественно, и в Государственной Думе комиссия по поводу этого заявления. И я принимал участие неоднократно в круглых столах, в том числе и вот был круглый стол у нас 14 ноября, был круглый стол в Общественной палате Российской Федерации, где, в принципе, тоже достаточно компетентные люди, это академики, в том числе были приглашены из комиссии по лженауке, вот, где, естественно, рассмотрели мы этот меморандум и, в принципе, было заявление и с Генеральной прокуратурой по поводу этого документа. И оказалось, что, как они написали, это мнение отдельных лиц, но совсем, так скажем, не заключение Российской Академии наук о том, что гомеопатия — это лженаука. Поэтому здесь никаких сомнений тоже нет, потому что есть достаточно большой перечень законов, которые регламентируют именно применение гомеопатических средств в нашей официальной академической медицине. А гомеопатия есть во всех странах мира? Да, в Европе, в Америке? Практически, да. То есть она признана при Всемирной организации здравоохранения. Мало того, что она признана, она рекомендована к применению, даже во многих, так сказать, странах является как бы основным методом лечения. Поэтому здесь тоже никаких сомнений нет. И достаточно большое количество вышло научных работ. У нас порядка более 200 кандидатских и докторских, именно направленных на исследование воздействия гомеопатии на различных состояниях человека. Поэтому здесь научная база достаточно очень такая серьёзная. И поэтому у нас сегодня гомеопатия, она имеет право быть и применяется на любом приёме у любого врача. Ну, конечно, нужно понимать, просто знать, для чего её применять, когда применять. И поэтому она будет, естественно, полезной для человека. А в чём тогда различие между обычными лекарствами и гомеопатическими? Есть какое-то различие? Почему она существует в принципе? Есть же лекарства, мы скажем так, да и всё. Мне кажется, тоже бывает разного направления. То есть, например, антибиотики, они изготавливаются, и мы понимаем, что там есть активное вещество, достаточно большое содержание, и пишет врач, что применять постолько-то миллиграмм. А гомеопатия как раз есть особенность применения, как я уже сказал, это потенцирование, то есть тряхивание и разведение постоянно до минимального количества вот этого активного вещества. Поэтому у многих врачей вызывает сомнение, может ли препарат, который не имеет, так скажем, активное вещество, воздействует на человека. Плацебо, так называемый, да? Плацебо-эффект, да. Хотя это уже доказано, что это, конечно, не плацебо-эффект, потому что гомеопатию очень хорошо применяют и в педиатрической практике, потому что она совершенно практически не имеет противопоказаний, то есть минимум побочных эффектов. Кроме этого, её очень давно применяют в ветеринарии, ну, поэтому животные тоже излечиваются, и поэтому плацебо-эффект тут, я думаю, не к месту будет сказано. А плацебо-эффект — это когда человек просто-напросто сам себя убеждает, да, что вот эти лекарства не помогают, хотя ему, допустим, ну, как и существует тоже такой миф, что ему дают шарик там с сахаром обычным, да, то есть или там с мелом, в конце концов, говорят, что вот это лекарство тебе поможет, ты 10 шариков выпиваешь, и делает, что человек действительно выздоравливает. На самом деле есть такое понятие, как плацебо-эффект, но есть такое понятие, как доказательная медицина, да, то есть есть определённый процент, когда человек на самом деле себе может внушить положительное действие любого, в принципе, метода, в том числе лекарственных методов, поэтому, конечно, это всё проверяется, это всё исследуется, и делается научная доказательная, так скажем, база появляется о том, что здесь действительно не плацебо-эффект, потому что плацебо-эффект — это определённый процент только, да, улучшения, А все остальные, применяя, могут получать положительный эффект только из-за того, что действительно препарат работает. А вот скажите, они могут быть более щадящие, скажем так, гомеопатические средства? Всё-таки есть очень сильные ударные лекарства, которые что-то вылечут, а где-то наносят вред. Может быть, гомеопатия имеет какую-то другую цель? На самом деле так оно и есть, потому что в связи с тем, что там очень малое количество, даже, может быть, и нет активного вещества, а только некая структура получается, оно действует, гомеопатическое средство, действует очень мягко. Поэтому применяется она по возможности длительно и применяется с целью, так скажем, в большей степени, конечно, это улучшение системы саморегуляции организма. То есть организм начинает сам, естественно, себя излечивать. Поэтому точки приложения здесь, конечно, разные. Если лекарственный препарат, например, антибиотик, может применяться при острых состояниях, достаточно серьезных состояниях, то гомеопатия, в принципе, она может применяться как вспомогательная в данном случае, либо как самостоятельно при различных хронических состояниях для того, чтобы улучшить, так скажем, иммунную систему, поднять внутренние резервы, и чтобы лечебный эффект действительно тоже получился. Они достаточно доступны, эти лекарства, или дороговасты? Нет, это достаточно очень доступная цена. В принципе, они есть в любой аптеке. И достаточно много препаратов, которые, я думаю, каждый человек, зайдя в аптеку, посмотрит и узнает эти препараты. Просто не каждый ориентируется. Лекарственные препараты – это либо обычные, так скажем, для академической медицины, либо это гомеопатический препарат. Вот вы профессиональный врач-уролог, андролог. Вы применяете гомеопатические средства? Обязательно. То есть многие, скажем, такие состояния человека, связанные с урологическими органами, там, ну, взять даже мужчины, это простатиты, например, да, то есть здесь есть целый ряд препаратов. Серьёзные заболевания, конечно, наверное, там второй или третий, да, страдают, особенно там после 40-50 лет. Достаточно распространённые, на самом деле, заболевания. Поэтому, конечно, тут и грамотное назначение гомеопатических средств, оно может предотвращать развитие любого хронического заболевания, предотвращать обострение хронического заболевания, а в некоторых случаях даже излечить это состояние. Поэтому надо, конечно, применять гомеопатию. Но я хочу сказать следующее. В принципе, любая технология, любые средства, они имеют право на существование. Это однозначно. Здесь только две вещи нужно соблюдать. Во-первых, необходимо точку приложения любого средства понимать, да, то есть для чего та или иная технология, то или иное средство. А второе, должен применять только специалист, прошедший обучение и понимающий, как это всё работает. Тогда никакой препарат, никакая технология не навредит здоровью. Тогда человек на самом деле получит своё здоровье, и оно будет крепче. В том числе и народные средства, да? Я так понимаю, что вы и народные средства тоже так или иначе используете, да? Ну, народные средства, и мы их относим к натуропатическим. То есть натуропатические средства, да. На самом деле натуропатия — это те препараты, которые в большей степени, конечно, нас приводят к усилению наших внутренних резервов организма. То есть здесь точка приложения именно предотвращает развитие заболеваний. То есть её можно использовать, эти натуропатические средства, можно использовать и во время заболеваний, как сопроводитель натуропатии, я её называю. То есть она сопровождает основное лечение, помогает изменить качество жизни, внутренних резервов, повышать иммунитет. А может, как самостоятельное, но это уже будет относиться уже к профилактическим методам. То есть чтобы не заболеть, например, гриппом, мы можем применять натуропатическое средство, такое как прополис, например. Все прекрасно знают, что он помогает, предотвращает развитие вирусных заболеваний. Поэтому натуропатия на сегодняшний день тоже достаточно очень востребована. И она тоже свою точку приложения имеет, но в большей степени именно для предотвращения развития заболеваний и повышения качества жизни. Хорошо, Александр, большое спасибо. Очень важная тема. Большое спасибо, что вы ответили на наши вопросы. Удачи, до новых встреч. Спасибо вам. Я напоминаю, что у вас в гостях был президент Национальной профессиональной ассоциации натуральной медицины Александр Газоматов. Спасибо за внимание, до встречи.